Смотрите, какое у нас солнце. И вот ещё одно солнце. Да? Как прекрасно жить на солнечной стороне. Ловим такой витамин D. Вот так. Опять вот в глазу что-то. Опять какушки в глазу у тебя. Мы, в общем, собираемся погулять. Ну, ненадолго. И за одним зайдём в зоомагазин. Купим на завтра лакомство. Потому что мы завтра идём на тренировку. Так что вот. Выходим, да? Эй, пупс. А как только мы придём домой сейчас, мы сразу что будем делать, Лекса? Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Мой отец. Мы будем стричь когти. Что-нибудь у нас вот так вот уже отросли. Сильно, да? Так что увидимся на улице. В общем, мы сидим здесь, Лекса, в зоомагазин. Чешется, как всегда. А, вот. Попили её лакомство на завтра. Я там не видела гулер и просто сошла с ума. Всё, вот она. Как танк просто сейчас. Ничего не слышит, ничего не видит. Ну, куда пошла? Она же просто поспала. Недавно совсем проснулась. И всё, она энергия через край. В общем, вы видели, какая Лекса была супер-мега возбуждённая. Всё потому, что она увидела в магазине пуллер. И ещё кучу всяких игрушек. Несмотря на то, что у неё дома, их полным-полно, ей всё равно мало. Ей подавай всё новое. И я долго думала, покупать новый пуллер или нет. Дело в том, что вот этот пуллер, он, по-моему, так и есть от компании PULLER. И вот, что с ним стало. Но он прям нам долго прослужил. Мы постоянно его использовали. Поэтому у него вот такое состояние. И когда он порвался, он потом начал потихоньку рваться, рваться. И вот теперь у нас такой полукруг. Но она с ним перестала активно играть. И я подумала, ну ладно. Наверное, пока не надо покупать. Зачем? Если она, ну, так уже играла не очень. Это ещё до того момента, когда он порвался. То есть перед тем, как он порвался, она с ним уже, ну, так себе играла. Когда он порвался, ей стало нравиться бегать с этим полукругом. Потому что она бегает, он вот так вот трясётся. И ей это нравится. Вот. И сегодня мы зашли в зал магазин. Она увидела там пуллер от Doglike. Я поняла, что, блин, надо всё-таки заказать. Я хотела заказать, чтобы сделать обзор ещё. Потому что там есть достаточно выгодный комплект. Вот сегодня поищу ещё. И закажу, наверное. Да? Раз этой морде так нужно. А ещё сейчас мы пошли стричь когаточки. Снимаем сейчас на видео этот процесс. Я, кстати, буду всего лишь во второй раз со мной стричь ей когти. Но в прошлый раз она просто суперски себя вела. Надеюсь, что и в этот раз будет то же самое. Сидеть. Нельзя. Нет. Дай лап. Что это сейчас случилось? Иди сюда ко мне, мой крошечник. Иди сюда, поспочи. Что случилось? Ладно, какой это я шлют. Ну ты чё? Да, у нас такое случается. Я кста. Ты очень не хочешь стричь когти. Так, ладно, сейчас она повесится, и мы вернёмся к когтям. Короче, ничего не вышло. Она просто убежала. И теперь тут прячется на кровати. Что случилось-то, моя девочка? Что случилось? Мы же в прошлый раз хорошо постригли. Я тебе сейчас больно не сделала. Что такое? Пойдём к тётеньке стричь. К тёте врачу пойдём стричь. Там тебе в доморнике надо будет сидеть. И она будет вообще с тобой безжалостна. Я-то ведь тебе аккуратно делаю. Пойдём ещё попробуем, а? Упс. Пойдём? Ещё попробуем. А потом я тебе кучу вкусняшечек дам. Давай? Согласна? Не нравится, скажи мне, эта затея. Пойдём. Ну вот, что мне с ней делать? Вкусняшка, сидеть? Ой, браво! В общем, смотрите. Еле как. Пострили некоторые пальцы ей. Которые были самые длинные. В общем, подрезала, как смогла. Но она не даётся вообще абсолютно. Не знаю, в чём причина. В прошлый раз она сидела просто как идеальная собака. Я её постригала всё. Она сидела. Я её похвалила. Всё было отлично. Ну вот буквально две недели назад, мне кажется, даже меньше. Сейчас что-то произошло. Непонятно что. Да, девчушка? Ты девчушка маленькая. Короче, она что-то перепугалась. Хотя, я говорю, она даже ни разу не пискнула ничего. То есть я ей не делала больно абсолютно. Но вы сами можете посмотреть. У меня были уже собаки. И я всегда всем собакам сама стригла когти. Ни один не жаловался. Кроме тебя. Конечно, им тоже не нравится эта процедура. Они там убегают. Всё такое. Но с ними-то легко справиться. Они мелкие. А вот с этим монстриком сладеньким справиться тяжело, конечно. Ещё смотрите. Моя вина, конечно, безусловно, я не уследила. Были на тренировке. У неё аллергия на курицу. Напоминаю. Ну, скорее всего, у неё аллергия на курицу. Потому что у неё по маме сильная аллергия на курицу. Нам сказали ни при каких обстоятельствах там курицу не давать. Потому что проверена на себе у мамы аллергия. Лекса, иди сюда. Сейчас телефон вот так вот сделаю. И смотрите, что у нас за сыпь образовалась. Потому что мы были на занятии по наузгорку. Обычно там ничего нет на полу, да. Пол чистый. Но этот раз где-то в уголочке завалялся какой-то кусочек лакомства. Пока я смотрела на то, как другие собаки проходят трассу. Лекса у меня была на свободном поводке. Она ходила, нюхала, но она любит там понюхать всё. Вот. Походить. И в какой-то момент я замечаю, что, ну, у неё морда прям в пол. Я ей, конечно, говорю, что нельзя. Но она уже в тот момент ела, так скажем, кусочек. И, собственно, когда я начала ей пасть открылась, у неё во рту уже ничего не было. И я так подразумеваю, что она что-то съела, содержащая в себе курицу. У нас образовалась сыпь. Я ужасно переживала, потому что мы пришли с тренировки. Где-то прошёл, наверное, не знаю, час. Вот мы приехали домой. И когда я увидела этот живот, я реально не спала практически всю ночь. Я легла с ней в комнате. Вот. Там поставила ей много воды сразу. Всё. И, ну, знаете, легла с ней, чтобы следить, мало ли ей станет плохо. Ещё что-то сразу дали ей с упрости. Ну, уже стало намного лучше, уже проходят. Они уже не такие красные, не такие розовенькие. Что я думаю, пару дней, и всё пройдёт. Ну, в общем, я испугалась ужасно. И теперь я буду в миллион тысяч раз внимательнее, прежде чем её куда-то на длинный поводок отпустить и всё такое. А, кстати, про пищевую агрессию. Вот, пожалуйста, если кому-то интересно. Иногда так подхожу, делаю, кормлю её с руки. Не хочешь с руки мне есть? В общем, могу вот так спокойно барахтаться в корме. Как видите, у неё абсолютно никакой реакции. Делаем мы это с самого детства. Также делаем и с косточками, и со вкусняшками. В общем, со всем, чем только можно съесть. Ещё никакой агрессии нет. Потому что она у нас кто? Самая добрая лопатулечка на свете. Всем доброе утро. У нас уже 11 часов. Мы, конечно, уже сходили, погуляли. Ну, как мой муж сходил, погулял. Вот. Сейчас играем. Покушала она немножко. Да? Совсем капилюльку только опять. Сейчас тут носилась, бесилась. Я только камеру включила. Всё. Самая спокойная собака на свете сразу стала. Буквально через 2 часа, полтора даже, мы пойдём на тренировку. Ну, погода у нас вот такая вот. Пасмурная. Но вроде сегодня не холодно. Так что надеюсь, что мы останемся и на вторую часть тренировки. Потому что обычно её хватает только на первую. А потом начинается. Я замёрзла. Мне надо домой. Вот. С собачкой гуляет. Она следит. Внимательно. Что там? С собакой гуляют. А ты дома сидишь? Ну, что, сейчас тоже скоро пойдёшь? Ты тоже гуляла. С собачкой, наверное, ещё не гуляла. Ну, паухи такой. Кто едет на занятия? Мы идём на занятия. Я всё поняла, куда мы идём. Поэтому не путём туда нужно. Опять, наверное, вы меня плохо слышите, потому что ветер. Но я вставлюсь на быстры. Это ужас какой-то, как она тянет. Офигеть, блин. Лексак. Ну-ка, стой. Мы сейчас никуда не пойдём. Вот. Давай, шагай. Тихонько шагай. Вот, молодец. Вот. Вот так вот хорошо. Тихонечко иди. Иди. Лексак. Лексак. Где ты там? Где ты там? Где ты там? Ну, мы, собственно, занимаемся. А ещё, знаете, что я вспомнила, когда мы сюда подъехали? Что, по-моему, говорили, что 4-5 числа не будет занятий. Блин, ну я могу ошибаться, конечно. Я просто не стала запоминать, потому что я думала, что мы будем в Перми. А в итоге мы приехали сюда. Ну, по-моему, да, что-то такое говорили. Блин, ну ничего, так побегаем, так позанимаемся вдвоём. Блин, ну ничего, так позанимаемся вдвоём. Так, ну, в общем, тренировки не состоялось по итогу. Как вы видели, она побегала с собаками. И мы немножко всё-таки позанимались. Сейчас идём домой. Точнее, кое-кто меня тянет домой. Выйдем из трубки, кое-кто получит. Здесь уже рядом невозможно идти, тут сугробы. Вся сырая, вся в ростах. Пошли? Вот такие... Здесь на проходе, где-то уже. Спортивно. Где ты там? Видишь? Да иди вперёд. Давай-давай-давай. Иди вперёд. Иди вперёд. Иди вперёд. Иди вперёд. Иди вперёд. Блин, буквально вот на прошлых выходных, неделю назад мы ходили, тут была нормальная дорога. Сейчас просто... Столько снега навело. Это кошмар. Всё, вышли с тропочки и сразу жёлковая собака посмотрите. Ай, супер собака какая! Хорошо, как рядом идёт. Вообще супер. Лекса, рядом. Да, супер хорошая рядом! Молодец! Умница, девочка! Молодец! Отключаюсь, чтобы дать ей вкусняшечку. Субтитры делал DimaTorzok